Это разве договор, это ксерокопия? Оригинал, пусть мне покажут, и я уйду. Житель Шимкента Борис Волков жалуется на неправомерные действия адвокатов. Мол, вместо защиты они допустили оплошность. У инвалидов второй группы одна надежда на общественную приемную партии Нур-Утан. Именно сюда Борис Сергеевич и пришел за помощью и поддержкой. Я целый год ходил к Баймурату, говорю, покажите мне оригинал договора. Я не подписываю. Покажите мне, чем, а поплатить. Вы говорите, что это не ваша подпись, да? Это подпись моя, он мне ее подсунул. А в чем тогда вы? Что хотите этим сказать? Я вас просто не могу. Потому что это неверное договор. Представитель адвокатской коллегии уверяет, что они ни в чем не виноваты. Заявление Бориса Волкова было рассмотрено в рамках закона. Он везде пишет, дайте мне, чтобы он вернул мне деньги. А когда я стала выяснять, кроме 5 тысяч, он не получил. У него аванс, вот эта квитанция через бухгалтерию. Это первый вопрос. А второй раз, когда он подошел уже с жалобой, он пишет здесь, выдать мне полную информацию по бухгалтерии. Когда, сколько оплатил? Я ему говорю, оплачено 5 тысяч. И он мне говорит, дайте мне чек. Я говорю, вы знаете, бухгалтерию кто вносит деньги, тому бухгалтерия тот же выписывает квитанцию и отдает. Я говорю, в день оплаты квитанция тому, кто оплатил деньги, вручена. Все. Он мне не говорил, вы мне покажите. Получается, что заявитель инвалид сам допустил оплошность и подписал документ, не прочитав его внимательно. Несмотря на это, председатель общественной приемной поручил адвокатской коллегии досконально разобраться в этом вопросе, дать ответ заявителю и по возможности помочь. И завтра, в понедельник, 10 часов, да? 10 часов. 10, подходите по имбрату Север-Север-Язгу, он вам показывает договор, поднимаясь с архива, показывает вам. Кроме юридических проволочек, южноказахстанцы жаловались партицам на неправомерные действия работников внутренних дел. Есть и те, кто просит привлечь к ответственности сельских акимов. Некоторые из глав сельских округов препятствуют оформлению земельных участков. За помощью к нуратановцам обратился и житель Казаларды. Мужчина не может оформить транспортное средство. В общественной приемной пообещали обеспечить всестороннюю проверку доводов заявителей.